Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, давно не было видео, в основном переключился сейчас на стрим вещания, но все-таки хотелось записать видео, видео записать по вопросу о продолжении темы индексового инвестирования, почему оно в ближайшей, даже не в ближайшей, наверное, в среднесрочной перспективе может стать очень опасным для обычного частного инвестора, который не хочет повышать уровень финансовой знаний, уровень финансовых компетенций, знаний, связанных с тем пониманием того, что он покупает себе в инвестиционной портфеле. Итак, здесь видео будет состоять из двух частей, то есть показать, что было в 2007 году, на чем хорошо зарабатывали банки, попытаться сказать это простым языком и, во-вторых, показать, что делают сейчас, то есть какие происходят махинации, каким образом частные инвесторы становятся проигравшими в этой вот постоянной игре, игре людей, которые имеют доступ к финансовым ресурсам, которые имеют доступ к каким-то административным ресурсам, как они теряют могут теоретически, то есть это моя гипотеза, как они могут теоретически терять денег, придерживаясь концепции инвестирования в индексные фонды. Итак, давайте поехали. С чего хотелось бы начать, хотелось бы начать с фильма «Игра на понижение», где тем или иным образом все-таки человек, который более или менее разбирается в финансовых рынках, может понять, что же происходило. И тут я постараюсь на пальцах объяснить, что в принципе происходило в фильме, каким образом, на что делали люди ставку и почему, соответственно, начался обвал. Итак, в конце 90-х годов процентные ставки в Америке были очень низкими, ну, исторически они были низкими, они не были нулевыми, но тем не менее они были низкими, потому что нужно было выходить из кризиса 2000 года, когда лопнул пузырь даткомов, экономика сползла в рецессию и, соответственно, Федеральная резервная система США для того, чтобы поддержать экономики, значительно опустила процентные ставки. А это, в конечном счете, привело к тому, что банки, которые имели доступ к ликвидности, банки, которые имели доступ к этому дешевому фондированию, что они начали делать, они начали выдавать ипотеку. Ипотеку они, в принципе, выдавали и до этого. Просто сейчас они начали выдавать ее больше, они уменьшили размер первоначального платежа, после этого они, получив ипотеку закладную по ипотеке, они, соответственно, эти закладные упаковывали в выпуск облигаций, то есть облигации были обеспечены исполнением обязательств по ипотеке. Эти облигации, соответственно, продавали страховым компаниям, ипотечным отделствам, пенсионным фондам. Пенсионные фонды получали облигации, получали постоянные платежи по ипотеке. Это было вам надежно, удобно, консервативно, достаточно доходно. Банки, в свою очередь, получали снова деньги. Ипотеки, получив еще деньги, они выдавали еще ипотеки, ну и вот так вот по кругу, еще ипотеки, ипотеки снова упаковывали в облигации, эти облигации снова продавались страховой компанией, и таким образом формировалась эта пирамида. В определенный момент времени количество людей, которые были надежными заемщиками, которые имели стабильный доход, уменьшилось. А игру надо было продолжать, банкет должен продолжаться, тем более банки на этом зарабатывали очень хорошие деньги. И получается, что по мере того, как начали заканчиваться хорошие, надежные заемщики, банки, тихаря начали вот в эти выпуски облигаций, которые считались надежными, которые были ААА, высший уровень надежности, они начали туда в надежные ипотеки немножечко добавлять ипотек саппрайм. Что такое саппрайм ипотека? Это получается ипотека, которая выдана заемщику без подтверждения дохода, которая выдана, по сути, без обеспечения, потому что человек не вносит даже первоначального взноса. То есть люди, которые не имели дохода, не имели первоначального взноса, они получали ипотечный кредит, этот ипотечный кредит закладная бралась, добавлялась к хорошим ипотечным кредитам, и сначала это было 2% плохих кредитов, которые добавлялись выпуск облигаций. Потом их стало 5, потом их стало 10. И в 2006 году доктор Майкл Гьюри, соответственно, когда он посмотрел все эти выпуски ипотек, посмотрел все эти выпуски облигаций, то, соответственно, увидел, что до 30-40% данных выпусков облигаций, которые считают, все считают надежными, они фактически обеспечены безвозвратными кредитами. И он сделал на этом старт. Но при этом банки все это время зарабатывали. За счет чего зарабатывали банки? За счет того, что они имели два рычага воздействия. Первое. Они имели доступ к дешевым деньгам. То есть они имели доступ к деньгам Федерального резерва США. Прямой доступ практически к первичным неделям. Второе. Они влияли на рейтинговое агентство. То есть они платили зарплату, они платили вознаграждение рейтинговым агентствам, чтобы они ставили АААА. Хотя рейтинговые агентства прекрасно видели, что эти облигации обеспечены не такими надежными займами. И там тоже в фильме можете посмотреть, пересмотреть это еще раз, когда они встречаются с представителем рейтингового агентства и говорят, а почему вы им ставите высший уровень надежности, когда это ненадежные. И там у них такой идет компьютер. Запомним это. И вернемся в год 2020. Что мы наблюдаем в настоящий момент? В настоящий момент мы наблюдаем акции компании Тесла. Не хочу сейчас много говорить о самой компании, не хочу сейчас в настоящий момент говорить о Илоне Маске, информации на просторах интернета. По этому поводу очень много. Я все-таки стараюсь посмотреть впоследствии второго, третьего порядка. Вы знаете, я это люблю. Итак, давайте посмотрим немножко глубже, что же происходит. То есть полтора-два года назад фактически Тесла не могла получить нигде денег. То есть компания не генерировала чистой прибыли, в компании были сплошные убытки. Да, она развивалась, да, там было очень много всего в маркетинговом плане сделано, но тем не менее получить и денег не смогла. Дали деньги непосредственно Тесле банк Goldman Sachs и опять-таки став одним из ключевых акционеров компании. То есть что мы получаем? Мы получаем, что Goldman Sachs стал акционером компании, которая каким-то странным и неожиданным образом, несмотря на все фундаментальные какие-то негативные вещи, несмотря на то, что у нее вообще в принципе нет чистой прибыли, несмотря на то, что она занимает там один-полтора процента мирового рынка автомобилей, стоит дороже всех мировых автопроизводителей, дороже Toyota той же самой. И получается акции растут, и никто не понимает, что происходит. Сейчас идет информация о том, что компания могут включить в индекс S&P 500. И на что я хочу обратить внимание? Ну, во-первых, да, возможно в какой-то степени становится страшным шортить без слов, потому что когда компания включает в индекс, специфика индексного инвестирования такова, что вне зависимости от того, какие фундаментальные показатели у компании, какой у нее долг, какой у нее прибыли, какое у нее отношение цены к балансовой стоимости. Вообще не важно, на фундаментальные показатели вообще никто не смотрит. Если компанию включили в индекс, то в этом случае все индексные фонды, которые инвестируют в этот индекс, в который включили компания, начинают автоматом эту компанию покупать. И в чем опасность индексного инвестирования, про которое я сейчас говорю? Получается, что мы получаем очень интересную схему на подобии той, которая была в нулевых годах в бизнесе обеспеченных ипотеками со стороны банка. Если ты банк, и у тебя есть, опять же, я акцентирую на этом внимание, две вещи. То есть первая вещь, у тебя есть доступ к дешевым деньгам, чтобы покупать акцию и разгонять ее цену. Второе, у тебя есть возможность на уровне инфраструктуры влиять на провайдера индекса. Кто является провайдером индекса? Кто там управляет? Кто решает? Кто принимает решение о том, включить компанию в индекс или не включить? То есть просто, если ты обладаешь этим, то ты можешь делать очень классные, крутые вещи и фактически без риска. То есть само законодательство тебе здесь служит помощником. То есть ты можешь любить откровенное говно, извините меня за мой французский, которое является банкротом, которое ничто из себя не представляет. И тебе на самом деле, чтобы дать импульс на рост цены, тебе абсолютно не такие большие объемы денег в принципе нужны. То есть ты можешь купить на протяжении 3-6 месяцев бумагу разогнать в пределах 50%, потом включается алгоритмическая торговля, потом подключаются частные инвесторы, подключаются спекулянты, и они сами без тебя уже тянут эту цену вверх. Когда ты понимаешь, что она уже выросла в цене и расти ей дальше тяжело, ты можешь просто заявить о том, что компанию могут включить в индекс. И тогда получается, что рост будет еще дальше, потому что здесь подключатся уже частные инвесторы, которые понимают, что если в индекс включат, то акция будет стоить еще больше, потому что будут покупать индексные фонды. Более 50% частных инвесторов в Соединенных Штатах Америки сейчас инвестируют в фондовый рынок посредством индексных фондов. Что мы таким образом получаем? Мы получаем потрясающую, очень классную, очень мощную схему, в результате которой ты практически без риска, что можешь делать? Ты можешь покупать откровенно слабую компанию, разгонять ее цене, на новостях о включении ее в индекс разгружать свою собственную позицию, и ты можешь делать доходность в 100-200%. По Тесле можно посмотреть, что один проект потребует реализации где-то от 12 до 24 месяцев. То есть в сроке, в 24 месяца ты можешь таким образом зарабатывать в долларах свыше 100%. И опять у тебя есть механизм, кому ты будешь загружать эти выросшие в цене активы. При этом компания, без разницы, что там будет с фундаментальной точки зрения. То есть компании, которые стоят дешево, это действительно зомби-компании. Компании, которые не генерируют прибыль, а они нормальным, разумным инвесторам не нужны. И получается, что такая ситуация может привести к тому, что через 3-5 лет мы можем увидеть примерно то же самое, что мы увидели в шестом-седьмом году на рынке ипотечного кредитования. Когда люди в определенный момент времени поймут, что индексы, ну может быть не на 40%, но на 10-20% состоят фактически стрэшевых компаний, которые себя ничего не представляют. Они будут терять в капитализации, их автоматически через 2-3 года будут из индекса исключать. Общая динамика индекса будет достаточно красивая, но что в этом случае будут на руки получать частные инвесторы, которые действительно облинились. Которые облинились в плане принятия инвестиционных решений, которые облинились в плане изучения финансов, изучения фундаментальных показателей компании. Очень неприятная картина рисуется, но давайте посмотрим, как будут дальше развиваться события. Это очень страшно, это очень неприятно не осознавать эти вещи и видеть, как сейчас данная волна начинает накрывать непосредственно и Россию. Когда люди говорят о том, что индексное инвестирование наше все, ребят, я прошу быть понят правильно, я не против индексного инвестирования. Для человека, который является ночевячком в инвестировании, у которого нет значительного опыта для инвестиций, для него, наверное, сейчас это все равно тем или иным образом является самым лучшим решением, потому что индексные фонды стоят дешевле всего, потому что порог входа туда относительно невысокий. Но опять-таки, когда более 50% частных инвесторов в Америке инвестируют посредством индексных фондов, на этом есть желание у людей, которые имеют доступ к ликвидности, которые могут влиять на проводников индексных стратегий, кто рассчитывает эти индексы, структуру этих инвесторов, манипулировать и зарабатывать. Зарабатывать практически, как я вам уже попытался объяснить, без риска. И здесь вопрос не в том, что нужно отказаться от индексного инвестирования. Здесь речь идет о том, что эти риски, они присутствуют и они будут возрастать год от года. И здесь я хочу просто призвать к тому, что нужно развивать все-таки в себе инвекторское мышление, нужно изучать фундаментальный анализ, нужно читать отчетность компании, благо информации сейчас бесплатной в интернете более чем достаточно. Вот такие вот мысли. Если понравилось видео, то ставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. для меня, чтобы это было хорошей мотивацией снимать новые ролики и щелкайте на колокольчик, чтобы получать информацию о новых видео и стримах. На связи был Максим Петров, до свидания, удачи и всего вам самого хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин